Первая остановка депутатов и главы города на проспекте Губкина. Здесь силами автодорсервиса идет ямочный ремонт дороги. Такая технология не требует особой подготовки асфальтового полотна, рассказывают эксперты. Специальная остановка, которая подогревает водяную эмульсию и подается по этому шлангу совместно со щебнем. То есть букву это щебень в мелкой фракции до 10 мм, который заполняет данную ямку. Дорожную тему продолжили обсуждать и по пути к следующему объекту. В частности, речь зашла о капитальном ремонте дорог на Таежной и Магистральной. Масштабные работы на этих объектах планируются в 2017 году. Сейчас готовится необходимая документация. Стоимость проекта где-то в Таежной 98 миллионов рублей. То есть это приведение дороги к полному стандарту Российской Федерации. А Магистральная, это от кольца получается и до выезда. Там порядка 400 миллионов смертная стоимость. Рассказал Илья Миклин и о перспективах благоустройства одного из дворов в 9-м микрорайоне. Закончали строительство 31-го дома. Здесь должно быть большое благоустройство, парковочные места, детский игровой комплекс, спортивная площадка. Но дом пока еще в зависшем состоянии, поэтому обращения были. Мы просчитали, что вот на этом месте, здесь вот на пустыре, будет отсыпаться и делаться парковочные места под 40 автомобилей. Как и в прошлом году, этим летом немало внимания будет уделено и проблемам водоотведения на дорогах. Сточные лотки будут установлены в 9-м, 12-м и 13-м микрорайонах города. Водоотведением займутся и в районе 4-й школы на улице Парковая. Также здесь планируется оборудовать пешеходный переход и остановочный комплекс. Остановка есть на больничном комплексе, да, вот здесь на перекрестке Калинина и Мира. Следующая остановка, вот она, да, поэтому и сделали там. В школу идти оттуда, ну а смысл-то через 300 метров. Илья Миклин пояснил, что остановочный комплекс здесь должен быть по предписаниям госавтоинспекции. Далее депутаты и глава города проехали в 3-й микрорайон. Здесь на водоотводных лотках деревянные щиты будут менять на металлические, ремонтировать тротуары и частично выравнивать плиты. Приведут в порядок и дворы в 4-м микрорайоне. Здесь уже установлен новый игровой комплекс. В скором времени тут поменяют плиты и оборудуют гостевую стоянку. Старожил города, председатель общественной палаты Николай Голубев, уверен, что благоустройство города и его красота – это забота не только коммунальщиков и строителей. Принципиальная позиция гражданина – быть не только наблюдателем, но и участником. Мы все ждем, когда придет дядя. Вправляющая компания, там, или дворник, там, Асан с Масаном каким-то придет, не знаю. А мы сами ничего не хотим делать, и он мусор из окна выкинул, и ладно, и доволен. Или окурки. Вот последнее, вот сейчас весна наступила, на балкон выходишь под окнами, окурков столько, но это же чья работа-то? Благоустройство родного города – это общее дело. Задача властей – выделить деньги и проконтролировать процесс. Подрядчиков качественно и в срок выполнить работу. Задача горожан – бережно относиться к результату общего труда. Ведь благоустройство – это не самая маленькая статья расходов городского бюджета. Благоустройство вот такого вот характера – водоотводные лотки, ямочный ремонт, благоустройство площадок – порядка 20 миллионов рублей. Этого достаточно будет? Вот на те объекты, которые мы проехали, этого достаточно, при том, по некоторым даже, получается, экономия в ходе торгов, которую мы также будем направлять примерно на такие же виды работы. В общей сложности на благоустройство города в этом году выделено более 60 миллионов рублей. На улице Молодежная планируется установить водоотводные лотки, а на следующий год – тротуар. В 14-м микрорайоне сделают ограждение вокруг новой игровой площадки. Возле детской школы искусств номер 2 оборудуют парковку. На проспекте Мира планируют подровнять тротуар и частично поменять брусчатку. Объекты все приоритетные, будут работать различные подрядные организации. С нашей стороны будет сейчас строительный контроль в полном объеме. Поэтому к концу лета мы все эти работы выполним однозначно. Глава города Сергей Бурдыгин предложил такие рейды сделать регулярными. Депутаты и члены общественной палаты идею поддержали. Ирина Заикина, Юлия Перова, Олег Семагин. Новости Губкинского.